Южный регион один из крупнейших потребителей электроэнергии в стране, но при этом здесь налицо дефицит собственных энергомощностей. Строительство АЭС могло бы значительно снизить остроту проблемы и обеспечить местных жителей и предприятия стабильным и надежным энергоснабжением. В качестве места для возведения стратегического объекта рассматривают разные варианты. Например, город Курчатов в области Абай и село Улькена в Алматинской области. Первый находится на берегу Иртыша, а второй на берегу озера Балхаш. Ведь для охлаждения реакторов атомной электростанции необходим большой запас воды. Наша съемочная группа побывала в селе Улькен и узнавала мнение местных жителей. Рассказывает коллега Эмиль Курбанов. Село Улькен расположено в 330 километрах от центра Алматинской области города Кунаева. Сейчас здесь проживает около 3000 человек. В середине 80-х в Улькене началось активное строительство ГРЭС, однако в 90-е годы работы приостановили. Я приехала сюда в 1987 году. С тех пор живем здесь. Атомная станция нужна Казахстану. Необходимо. Не стоит бояться мирного атома. Его вред, по большей части, миф. Сейчас технологии очень продвинутые. Я считаю, что атомная электростанция здесь нужна. Это же обеспечит работу для населения, в том числе и для молодежи. И в целом принесет пользу стране. Большинство местных не против. Жители села Улькен активно поддерживают инициативу строительства атомной электростанции на берегу Балхаша. Для нас это рабочие места. Молодежь не станет уезжать. Построят новую школу. Да и в целом жизнь закипит, говорят они. Конечно, все мы помним случаи, когда сбои в работе АЭС приводили к трагическим последствиям. Однако с тех времен прошло много времени. А подобных примеров мы уже не наблюдаем. При этом новые АЭС продолжают строить в развитых странах. Я думаю, что новые технологии позволят избежать негативного влияния на природу и человека. Как можно считать это вредным? Если убрать все так называемые вредные источники энергии, то мы останемся в кромешной тьме. Другие страны развиваются, как, например, Япония, где, насколько я знаю, больше 10 атомных электростанций. Почему бы Казахстану не построить хотя бы одну или две? Ведь цены на электричество растут. Местные жители активно обсуждают этот вопрос. Недавно президент в своем послании четко определил дату референдума – 6 октября. Конечно, народ сделает свой выбор. Но если говорить по существу, то дефицит электроэнергии на юге действительно велик. В будущем эта проблема станет еще острее. В селе Улкен насчитывается чуть больше 30 многоквартирных домов. В 22 из них живут люди. Остальные пустуют. В школе учатся около 300 детей. Есть два частных детсада. Сельская администрация размещается в четырехкомнатной квартире. В здании бывшего дома культуры находится мечеть. Так что все культурные мероприятия проводят в актовом зале школы. В селе нет больницы. И жителям приходится ездить к врачам в Узанагаш, Кунаев или Алматы, преодолевая порой по 400 километров. Как только заговорили о возможном строительстве АЭС, в Улкене цены на недвижимость в селе подскочили. Местные жители надеются, что благодаря строительству атомной электростанции все социальные вопросы населенного пункта решат оперативно. Появится и современное медучреждение с квалифицированными специалистами, и новый дом культуры, и многое другое. Наталья Салькова, Эмиль Курбанов, Ардак Айбарула, Аят Дуйсенбаев, Аманжол Жункешев, 24КИЗ, Алматинская область.